Ребята, что-то вы еще спите. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Теперь я вас слышу и вижу. Слово юным христианам. Ребята, вы знаете какие-нибудь добрые, волшебные слова? Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста, спасибо. Добрый день. Да, это доброе слово. Здравствуйте, доброе слово. Какое? Спокойной ночи и добрый утро. Добрый день. Да, но чаще всего какие мы слова используем? Спасибо. Пожалуйста. А почему они называются волшебными? Ну, мы так их называем. Потому что это вежливое слово. Это вежливое слово. От него становится радостнее на душе. Тебя кто-то поблагодарил, сказал, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, Господи. Приятно, когда благодарят? Конечно, вежливый человек всегда приятен. Вот. Спасибо вот такое слово, да? Благодарное. А что оно означает? Чаще мы говорим спасибо. А раньше? А раньше? Спаси Бог. Спаси Бог. Спаси тебя Бог. То есть, что значит? Чего мы желаем человеку? Чтобы его Бог спас. Чтобы его Господь спас, да? Чтобы Господь его спас. Вот, чтобы сохранил его, да? Сохранил. Вот. И когда это слово мы говорим? Когда мы его говорим? Вот когда что-то дадут. Когда что-то дадут. Когда кто-то нам помог. Вот. За добрый поступок. За доброе слово даже, да? Вот сказал человек доброе слово. Вот так хорошо стало. Ты его поблагодарил. Спасибо тебе. Так ты меня утешил. Так мне помог. Подбодрил меня. Вот. А еще вместо спасибо можно и другие добрые слова говорить. Благодарю. Можно сказать? Да. Можно сказать, как это мило с вашей стороны. Как это любезно. А что случилось у тебя? Иди сюда поближе. Что случилось? Все хорошо у тебя? Да. Жарко? Жарко тебе? Сними курточку. А теперь давайте, ребята, вспомним сегодняшний евангельский рассказ. Это была история о... О... Иисусе. Конечно. Об Иисусе Христе в первую очередь. Да. О десяти... Прокаженных, да? Да. И только один... Сейчас мы до этого зайдем. Семья. Десять прокаженных. Прокаженные, понятно. Это люди, которые... Больны. Больны. Такой опасной... Болезнь. Неизлечимой болезнью проказы, да? Вот. И с ними никто не общался. До них даже дотрагиваться нельзя было, да, Люба? Вот они не только, ну, они не просто так болеют, но они что-то плохое сделали, согрешили. Ну, считалось, что такие люди согрешили, но совсем не обязательно, что этот человек из-за того, что он согрешил, заболел. Вот так вот, такое вот испытание у него в жизни было, да? Вот. До них нельзя было дотрагиваться. И они, как это было, издалека встали, увидели Иисуса и стали кричать. Что они кричали? Помоги. Иисус, наставник, помилуй нас, да? Вот. Услышал Господь? Да. Конечно, услышал. Вот. И они подошли к нему, вот. А Господь говорит, покажите, сидите, покажите священникам. Потому что священнику показывались те, кто уже выздоровел от проказа. И они поверили Его Слову. Поверили, не поверили? Поверили. Исцелились? Да. Да, пока они шли, они излечились от своей болезни. И такие радостные, конечно, побежали всей гурьбой. И обратно всей гурьбой прибежали Его благодарить. Нет, только один. Вот, как оказывается, да? Только один вернулся. Этот человек был не такой, как все. То он был, в Евангелии говорится, что этот человек был иноплеменником, самаянином, да? Вот, и Господь удивился, не десять ли, не десять ли исцелилась? Где же остальные идеи? Где остальные? Мы избежали. Как вы думаете? Чего не хватило? Они не хотели попросить спасибо. Попросить спасибо? Поблагодарить. Поблагодарить они не захотели. День им было бежать. А может просто забыли? Да. Да, такое важное и забыли. Представляете, только один поблагодарил. Видос, она реально. Как важно нам всем научиться благодарить. Я вам расскажу один случай из своей жизни, когда я был маленький. Мне на Новый год родители подарили игрушку. Такая игра, раньше была очень популярная, «За рулем» называется. У меня такая есть. Серьезно? Серьезно. Я так мечтал о том, что мне подарят эту игрушку на Новый год. Я ее получил. Нет. Я ее получил. Я всю ночь, как я ночью проснулся, побежал к елочке, взял, открыл эту коробку и всю ночь играл в эту игру за рулем. Гонял эту машинку туда-сюда на всех скоростях. Я чувствую, что я что-то забыл очень-очень важное. Мне как-то на душе неприятно и гадко стало. И я тогда был маленький и не понимал вообще, что... Но я чувствовал, что на сердце мне неприятно. Никакой радости уже от того, что я гоняю эту машину, никакой радости нет. Как будто все радость выкачали с меня. А потом уже, когда я стал постарше, я понял, в чем была моя ошибка. В чем была ошибка. Вы не могли бы... Да, я забыл. Ну, как бы родители не так много получали. Эта игрушка, это был такой крутой подарок. Такой серьезный. Я просто забыл. Просто подойти, обнять их и поблагодарить. Спасибо тебе, мама, папа. Такой хороший подарок. Так мне приятно и радостно было. Потому что есть один маленький секрет. В каком случае то, что я получаю, принесет мне настоящую пользу? Когда я поблагодарил. Когда я благодарю, только тогда то, что я получил, принесет мне пользу. Никак иначе. В этом такая истина и закон Божий в этом заходится. Кого нам благодарить в жизни? Кого? Тем, кто нам помог. Тем, кто нам помог. Господа благодарить. До всех вокруг. И папу, и маму, и дедушку, и бабушку. И братья, и сестер. И всех людей, которые нам что-то сделали. Да? Будем всех благодарить. Я вам открою одну тайну, что благодарить надо даже тех, кто нам сделал плохое. Почему? А? Потому что, да, не встанет путь? Да, потому что, конечно, это не человек может... Конечно, и Бога благодарить, если нам сделали плохое. Почему? Потому что Господь нам показал пример, как надо поступать. Что нужно любить своих врагов, оказывается, а не проклинать. И когда Господа на кресте распяли, что Он делал? Он молился за распинающих Его. Он показал нам пример, что любить и благодарить нужно всех людей. Даже тех, которые нам сделали гадость. Понимаете? В этом мы, христиане, отличаемся от других людей. Должны отличаться. Сложно? Да. Любить тех, кто тебя обижает. Не сложно. Не сложно. Не сложно, если Господь нам в этом поможет. Потому что нет ничего для Него невозможного. Ему же слава. Во веки веков. Аминь. Спасибо.